В 1964 году вышла в свет повесть Тамары Цинберг «Седьмая симфония» – одна из самых проникновенных книг о жизни и подвиге ленинградца в годы Великой Отечественной войны. Именно о ней нам расскажет заведующий отделом отрочества Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Анна Борисова. Главная героиня – 14-летняя девочка-сирота Катя Неконорова. Она, как и тысячи других людей, пытается выжить в блокадном Ленинграде. Город постоянно бомбят, и для Кати уже становится привычным ежедневно спускаться в бомбоубежище. И вот в один из таких дней ей главная по дому Анна Васильевна передает в руки мальчика Митю. Спустя мгновение сама женщина погибает. Мите нет еще и трех лет, и Катя догадывается, что, скорее всего, его отдадут в детский дом. В книге есть фрагмент, где Катя и Митя ожидают своей очереди в кабинет, где решается судьба таких детей. В книге так автор говорит об этом. Вдруг пыльный луч солнца падает на лицо Мите, и Катя внимательно рассматривает его. И она понимает, что в нормальное время он, наверное, не был бы таким слабым и беспомощным, а был бы красивым и очень подвижным мальчиком. Она решительно берет мальчика за руку и говорит твердо и уверенно, ну чего там, пошли. Всего один миг, и Катя полностью меняет свое отношение к мальчику. До этого он ей был чужим и безразличным, а теперь ей становится жалко его, этого маленького беззащитного человечка. Катя принимает важное решение – оставить мальчика себе, записать его, как своего родного брата Сережу Неконорова. У Мити почти не было шансов выжить. Он брошен, закрыт в квартире своей матерью Нины, мечтавшей поскорее выехать из блокадного Ленинграда. В то время нельзя было переправляться через Ладожское озеро с детьми, не достигшими трех лет. Женщина, говоря всем, что ее сын мертв, фактически бежит из города. К счастью, мальчика вовремя обнаруживают. Митя становится смыслом жизни для Кати. Они спасают друг друга. Катя понимает, что ей нельзя расслабляться и терять веру в себя и свои силы. Она знает, что только от нее зависит жизнь Мити. Каждый их прожитый день – это маленькая победа на пути к 9 мая. Проходит несколько месяцев. И однажды на улице Катю окликнул военный – Алексей Петрович Воронов. Происходит настоящее чудо. Это был отец Мити. Воронов даже не подозревает, что Катя спасает его сына. Не Катя, не Алексей Петрович Воронов никогда не узнают, что Митя – родной сын Воронова. В лице Мити и Кати Алексей Петрович обретает новую семью. И он говорит Кате важные слова. «Эх, Катюша, чего тут считаться? Свои ли? Чужие ли? Все мы породнились общим горем». В сюжете книги «Между бомбежками» на улицах города звучит Седьмая симфония Бетховена. Удивительно, в то время, когда идет война с фашистскими захватчиками, на улицах русского города звучит симфония немецкого композитора. В реальной жизни Дмитрий Шостакович, находясь в блокадном Ленинграде, напишет Седьмую симфонию. Чаще всего ее называют Ленинградской. И казалось бы, что именно она должна сопровождать историю, описанную в книге. Но автор не случайно вводит в сюжет Седьмую симфонию немецкого композитора. Он это делает для того, чтобы показать, что войну развязывает непростой народ. Что среди людей разных национальностей много талантливых музыкантов, композиторов и писателей. И все они против кровопролития и жестокости. Воронов продолжал следить рассеянным взглядом за мальчиком, который, как причудливый зверек, то появлялся, то исчезал среди железного лома. Трудно тебе было с ним в такую зиму? Нет, не трудно. Одной трудней. Если только для себя, так разве можно так мучиться? А так, даже если уж совсем нету сил, так ведь знаешь, что тебя кто-то ждет. И если не придешь, так он ведь умрет попросту. Нет, так легче, если не для себя одной. Воронов внимательно посмотрел на нее. Сколько тебе лет, Катя? Мне пятнадцать скоро. Тамара Цинберг. Седьмая симфония. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова